Привет! На огромном складе компании «АвтоСтронг» 300 000 отличных б.у. запчастей, а на складе компании «МотоСтронг» десятки отличных мотоциклов по привлекательным ценам. Мы сами привозим их из Европы и продаём с полным пакетом документов. Ассортимент мотоциклов обновляется несколько раз в месяц. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронга», чтобы не пропустить новые поступления. Звоните и пишите в «МотоСтронг». Менеджеры ответят на все вопросы, снимут видеоосмотр мотоциклов и решат вопрос с доставкой по СНГ. Мы уже рассказывали об одном V-образном моторе Honda. Сегодня пришла пора рассказать о совершенно другом V6 от этой японской компании. Итак, встречаем J35. Итак, первыми V-образными двигателями Honda были моторы C-серии. Не успела Honda свернуть их производство, как на конвейер встали новые моторы V6 серии J. Эти двигатели собирались только на нескольких заводах в Америке. Получается, что это чисто американский мотор от японского производителя. У всех этих двигателей легкосплавный блок цилиндров с чугунными гильзами. Угол развала между полублоками – 60 градусов. В приводе ГРМ – зубчатый ремень, который приводит два распредвала. То есть в каждой ГБЦ этого двигателя по одному распредвалу гидрокомпенсаторов нет. На некоторых версиях этого мотора есть система VTEC, но на большинстве версий двигателя J35 компоненты системы VTEC служат для отключения цилиндров. И только на одном моторе J-серии есть четыре распредвала, фазовращатели и турбина, но появился он всего лишь два года назад примерно. Самое интересное, что на любой модели Honda моторы J-серии установлены поперечно. Ранние версии имели механическую дроссельную заслонку, также есть версии с изменяемой геометрией впуска, также есть различия в степени сжатия и конструктивные различия в ГБЦ. Сегодня мы будем разбирать 3,5-литровую версию двигателя J35A9. Этот мотор с 2006 года устанавливали на Honda Pilot и Ridgeline. Другие версии этого двигателя достались Honda Legend и Odyssey, а также Acura RL TL MDX, которые выпускались с 1998 по 2012 год. В целом, двигатели J35A9 очень надёжны, но некоторые меры ради экологии подпортили репутацию этих моторов. Сейчас обо всём подробно расскажем. Буквально единственная болячка двигателей J35A9 имеется на версиях с отключением цилиндров. Такие варианты двигателя J35A9 появились на минивэне Odyssey, а затем на седанах и кроссоверах. На данном двигателе от Honda Pilot этой системы нет. Система WCM есть на переднеприводных пилотах и на всех версиях с 2008 года с мотором J35Z, поэтому расскажем о ней заочно. Управляющий блок WCM на моторах, которые выпущены до 2008 года, установлен сзади на правой ГБЦ, а вот на моторах с 2008 года спереди на левой ГБЦ. В таком случае через блок проходит масляный щуп, а вот на моторах J35Z блоки WCM находятся спереди на обоих ГБЦ. Проблема очень простая. Прокладки под частями блоков WCM начинают интенсивно и внезапно пропускать масло. Проблему легко заметить, просто заглянув под капот. Всё под блоком WCM и вокруг него будет залито маслом. Если поздно обратить внимание на эту проблему, то может сильно пострадать генератор. Это касается моторов с 2008 года. Вытекающее масло буквально зальёт его. Кратковременное отсутствие зарядки нередко указывает на то, что генератор находится под душем из масла. В самых запущенных случаях через прокладку блока может утечь значительный объём масла, что сильно испортит здоровье двигателя. Прокладки под WCM меняются легко и просто. Есть предложение по неоригиналу. Менять прокладки нужно заранее каждые 80-100 тысяч километров. И даже лучше возить с собой запасные. Других серийных проблем у двигателя J35 буквально нет. Вообще система WCM, то есть отключение цилиндров, сулит немало других проблем. Поэтому автомобили с двигателями без WCM предпочтительнее. Вообще систему WCM можно отключить. Умельцы уже придумали несколько способов. Сама система WCM надёжна. ЭБУ может зафиксировать неисправности по ней при отклонении в рабочем давлении в её блоках. Это ошибки P3400 и P3497. Причиной может быть закупоривание канала в блоках. А это может быть следствием, если владелец сэкономил на ремонте и решил устранить течь масла не прокладками, а герметиком. Обычно же в системе WCM выходит из строя датчик давления, который находится тут же на блоках. Новый датчик продаётся отдельно. А вот соленоидные клапаны от всего блока WCM отдельно не продаются. Блок стоит $550. С возрастом и пробегом может появиться течь масла по заднему сальнику коленвала. Чтобы добраться до него, надо опускать подрамник и, естественно, снимать АКПП. Не самая простая работа, на которую уйдёт очень много времени. Также рано или поздно появляются подтекания под прокладками клапанных крышек. Реже масло сочится через сальники свечных колодцев. Менять прокладки клапанных крышек надо при регулировке тепловых зазоров клапанов. Также со временем может понадобиться замена прокладки под кронштейном масляного фильтра. Так как двигатель J35 при малых нагрузках превращается в некое подобие трёхцилиндрового рядного мотора, то и вибрации в этом случае возрастают. Чтобы их побороть, двигатель подвешен на четырёх опорах. Опоры передние и задние, то есть со стороны привода ГРМ и со стороны АКПП – пассивные. А вот опоры по обе стороны блоков цилиндров активные, то есть управляются ЭБУ и меняют характер демпфирования. В принципе, все опоры служат долго, но если выйдут из строя активные опоры, то придётся изрядно потратиться. Передняя активная опора стоит $540, а задняя – $300. Ну а сегодня разобрать этот японский V6 от Хонды нам поможет. Александр, встречаем! И мы начинаем нашу разборочку! Спереди на левой, то есть передней крышке, находится клапан системы вентиляции картерных газов. Заклинивание или закупоривание этого клапана приводит к повышенному расходу масла и к выдавливанию сальников. Всё из-за повышенного давления газа в картере. Такой клапан оригинальный стоит $22. Есть заменители втрое дешевле, поэтому менять его стоит каждые 80000 километров. Процедура замены довольно простая, но во многих случаях при вытаскивании клапан растрескивается, то есть часть его остаётся в посадочном месте. Скорее всего, придётся снимать клапанную крышку и вытаскивать остатки клапана. Топливные форсунки не выходят из строя, но замечено, что их чистка каждые 100000 километров значительно улучшает экономичность этого двигателя. Двигатели Honda J35 оснащены клапаном EGR. Вот здесь он как раз находится. Всё бы ничего, но забор отработавших газов происходит из выпускного коллектора позади переднего катализатора. В чём проблема? Проблема в том, что катализатор начинает разрушаться и пылить керамической пылью, которая будет попадать в цилиндры. Владельцам надо об этом знать и при первых намёках на износ катализатора обязательно решать проблему. Глушить клапан EGR, чтобы преградить путь отработавшим газом и керамической пыли в цилиндры, совершенно бессмысленно, потому что газа и керамическая пыль попадают в цилиндры во время работы двигателя при отпускании педали акселератора. То есть, когда двигатель ещё по инерции работает быстро, а дроссель закрыт. Двигатель J35 нуждается в регулировке тепловых зазоров каждые 40 000 км, хотя в североамериканских инструкциях указан интервал в 105 000 км. Как обычно, в моторах Honda эта процедура максимально облегчена, но придётся повозиться со снятием впускного коллектора. Для регулировки нужен только щуп, отвертка и гаечный ключ. Номинальные зазоры для впускных клапанов – 0,22 мм, для выпускных – 0,3 мм, плюс-минус 0,02 мм. Это самый удачный вариант двигателя J35, потому что здесь нет злополучной системы VCM, а есть система VTEC. Вот, кстати, её клапан. Здесь над каждым цилиндром по 5 кулачков со стандартной и с увеличенной высотой подъема впускных клапанов, то есть классический VTEC. Продолжим заочно рассказывать о системе VCM. Она может отключать правый, то есть задний полублок с цилиндрами 1, 2, 3. Также есть варианты отключения ещё четвёртого цилиндра, но четвёртый цилиндр отключается только в паре с третьим цилиндром. Делается это очень просто – отключается коромысло кулачков, впускных и выпускных клапанов этих цилиндров. Механически это реализовано на компонентах системы VTEC. Коромысла – составные. Они блокируются между собой стальными штифтами. В задней ГБЦ на каждый цилиндр приходится по 6 кулачков. Половина из этих кулачков – не кулачки вовсе, они имеют круглый профиль. Их обкатывают ролики коромысел, когда система VCM отключает этот задний правый блок. При этом распредвал на пятом и шестом цилиндре совершенно обычный. Тут всего три кулачка и никаких намёков на компоненты системы VTEC. По состоянию кулачков распредвалов у нас здесь полный порядок. В этой ГБЦ темнее лаковый налёт, потому что температура выше. Так бывает на V6. Двигателем J35 системой VCM свойственно редкая, но известная проблема – это износ кулачков распредвала. Специалисты связывают эту проблему с невысоким качеством закалки самих кулачков. Также есть версия, что кулачки изнашиваются из-за сильного отклонения в регулировке тепловых зазоров. Также есть версия, что кулачки для подъема выпускных клапанов сильно нагружены, так как усилия для подъема двух выпускных клапанов приходится на один кулачок. Обратим ваше внимание, что если на этих моторах установлена система VTEC, то всё нормально, потому что один кулачок открывает один клапан в нормальном режиме работы двигателя. В процессе регулировки тепловых зазоров клапанов надо уделить внимание кулачкам, а именно участкам на их гребнях. Но их можно рассмотреть досконально только после снятия постели коромысел. Износ кулачков распредвалов можно услышать. Мотор будет работать с оконем и треском. Эта проблема ещё проявляется в неровной работе двигателя и в увеличившемся расходе топлива. Ещё один признак того, что кулачки изношены – это мельчайшая металлическая пудра, в слитом моторном масле. Один распредвал стоит 280$. Длиннющий зубчатый ремень ГРМ надо менять каждые 105 000 км, хотя за океаном регламентируют его менять каждые 160 000 км. По регламенту надо поменять передний сальник коленвала, также лучше ещё заменить и помпу. Ремень ГРМ редко становится причиной гибели этого мотора. Но замечено, что при сильных морозах гидравлический натяжитель может буквально замёрзнуть. Тогда силы натяжения ремня будет недостаточной и при запуске мотора он может перескочить на несколько зубьев. Но встречи поршней и клапанов не произойдёт. Редактор субтитров А.Семкин Сразу скажем, что двигатель, который сегодня мы разбираем, заведомо не рабочий. У него были проблемы по прокладкам ГБЦ. Если говорить о состоянии, то следов сильного массажёра мы не видим. Но обратите внимание на белёсые выпускные клапаны. А это следствие работы двигателя на бедной топливо-воздушной смеси. Клапаны буквально обжигались. Возвращаемся к системе ВЦМ. Эта система, конечно, помогает экономить топливо, но и проблемы создаёт. Когда цилиндры отключаются, то есть клапаны перестают подниматься, поршни сжимают газы и создают под клапанами вакуум. В этих условиях через поршневые кольца в обе стороны проходят газы и пары масла. Вдобавок цилиндры в отключённом состоянии остывают. Всё это приводит к залеганию поршневых колец. Следом идёт масложор. Также это всё приводит к деградации заднего катализатора и свечи зажигания покрываются обильным слоем масляного нагара. Инженеры Honda предложили прошивку, с которой система ВЦМ не так часто отключает цилиндры, а умельцы отключают её полностью, обманывая показания с датчика температуры, с которого ЭБУ берёт информацию. В этом моторе открытая рубашка охлаждения. По состоянию у нас залюбленный владельцем экземпляр. Задиры в каждом цилиндре плюс слабенький хон, а вот в этом полублоке – отмытые антифризом поршни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Физический износ двигателей J35 возникает на заезженных моторах, которые пострадали от керамической пыли катализаторов, от некачественного топлива и от экономии на моторном масле. Загубить масло и доездиться до крайне низкого уровня в поддоне можно на этих моторах очень просто. Потому что заправочный объем масла 4,3 литра, и менять его надо. Желательно каждые 6 тысяч километров. По состоянию у нас классическая ситуация залюбленного мотора. Маслосъемные кольца хоть и высокие, но лишены подвижности и закоксованы. Ну а на вкладышах мы видим износ в виде царапин, которые остались от мусора в масле. И на шейках коленвала мы также видим износ в виде царапин. Разборка закончена, и сегодня мы разобрали очень надежный V6 от компании Honda. При нормальном обслуживании это реально миллионник. А с системой FTECH этот мотор просто чудо. Но, к сожалению, в такой модификации он выпускался только три года и ставился на Honda Pilot и Ridgeline. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие подробные классные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, напишите комментарий, и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».